Итак, еще раз шаббат шалом. И я хотел бы сегодня также с вами поделиться некоторыми вещами, которые Господь полагал мне на сердце на этой неделе. И я думаю, оно будет полезно. Для меня было полезно размышлять об этом всем, что мы будем говорить. Итак, центральным местом сегодня у нас будет книга Ионы. Очень интересная книга, очень понятная. Я помню, что во всех фактически, если вы смотрите какие-то мультики, посвященные Библии, Иона — это самая понятная история, правда? Ну, вообще, и детское служение, когда какие-то уроки Иона очень просто. Пророк, рыба, которая его глотает, вот он там не слушается, потом она его, так скажем, выплевывает, выпускает, да, он идет, проповедует. Ну, такая вот просто ясная и такая осознанная история. Итак, я понимаю, что с одной стороны, хоть и все понятно, с другой стороны, есть очень много таких моментов, которые для нас являются, ну, может быть, не совсем понятны. Давайте мы вообще посмотрим на эту книгу более детально. Итак, для того, чтобы понимать Иону, для того, чтобы понимать, что там происходило, очень важно не смотреть на эту книгу современным взглядом, друзья, потому что можно ее не понять. Нужно понимать, почему он так себя ведет, почему он такой вредный, почему этот человек не хочет проповедовать, почему этот человек готов пойти даже на смерть, лишь бы только не сделать то, что Бог ему говорит. Вообще, если честно, непонятно, кто написал эту книгу. Это история об Ионе, но не Иона ее писал. Не Иона ее писал. Может быть, как-то это передавалось в еврейском народе. Почему не Иона ее писал? Потому что, ну, навряд ли кто-то будет описывать историю о самом себе, как он плохо себя вел по отношению к Богу, правильно? Ну, вот кто-то описал это событие. Оно было очень сильно давно. Где-то примерно Иона проповедовал, где-то почти 800 лет до рождения Ишо. Представляете, да? То есть ситуация совершенно отличается. Это истории почти 3000 лет. Вот так вот. И Иона был пророком Северного царства. Вы помните, что после того, как Соломон умер, царство Израильское разделилось на две половинки. На Северное царство и на Южное. И первым, когда Бог начал приводить наказание, первым пострадало как раз Северное царство. То есть это 10 колен, которые были уведены в плен Ассирией. И до сих пор ходят истории о том, куда делись эти колена, и что с ними, где эти евреи рассеянные. Кто-то говорит в Африке, кто-то говорит в каких-то других странах. Кто-то говорит, ну, в Европу, может быть, они ушли. Но никто толком не знает. Итак, очень интересно. Вы знаете, что предание говорит о том, что пророк Иона был сыном вдовы Иссорепты Сидонской. Помните? Той вдовы, к которой приходил Илья. Он потом еще умер, и его потом воскресили. Ну, это предание, ничего такого в Писании нет. Но, тем не менее, интересно, да? Хорошо, давайте посмотрим с 1-2 стиха, 1 главы. «И было слово Господне Кионе, сыну Амафиину, встань, иди в Неневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Очень ясное слово, правда? Ничего такого какого-то замудренного. Иногда мы читаем какие-то пророческие слова, когда Бог говорит, и нам сложно вообще понимать, о чем речь. Что-то там, какие-то образы, какие-то там кони летающие, какие-то колеса, какие-то творения, ангелы, глаза, крылья, когти. Непонятно что, да? Здесь все ясно. Встань, иди в такой-то город великий, проповедуй, потому что они уже нагрешили столько, что я уже услышал, говорит Господь, да? И была только одна вот сложность. Это были люди, с которыми лично у Ионы были большие проблемы. Люди, которые для его сердца, они не являлись теми, кто достоин услышать слово о проповеди. Плохие очень. И мы очень быстро можем отсудить вообще Иону, потому что для нас кажется очевидно, что если ты Божий пророк, то, соответственно, ты должен любить людей. Правда? Это естественно. Ну, как бы, разве это новость какая-то? Ты же знаешь, что Бог, Он такой милостивый, ты же пророк Его, ты же не первый раз это слово слышишь, ну, что Бог любит творение Своё. Идеи проповедуем. И мы видим, что Иона так не делает. И если честно, друзья, если честно, я думаю, что если бы нас поместить в эти ситуации, вообще в контекст жизни Ионы, я не знаю, на самом деле, сколько из нас захотело бы пойти в Ниневию, город Великий, и проповедовать. И я объясню, что я имею в виду. Например, представьте, что в вашей жизни есть какие-то враги, которые причинили вам, вашей семье, вашей стране, в которой вы находитесь, невероятно сильный вред. Вот просто очень и очень сильный вред. Ну, может быть, давайте попробуем представить себя вот послевоенное время, после Великой Отечественной войны, да, и вы вот такой божий человек, и все ненавидят определённую нацию, да, которая начала всю эту войну, вот эти все убийства и всё-всё-всё, холокост, и во время войны, да. Вот представьте, что вот оно на пике эмоционального накала, на пике вот такого, вот как бы, вот оно, видно это всё, да. И Бог даёт вам слово, пойди к этим людям и проповедуй, потому что они уже, ну вот как бы настолько нас огрешили, что им пора уже услышать Евангелие, потому что если они не услышат это Евангелие, то они будут уничтожены. Представляете, да? Вдруг оказывается, что у вас есть как бы чемоданчик с красной кнопкой. Вы не идёте туда, Бог творит свой суд, и эта нация, которая принесла огромную боль, вообще горе, не просто только еврейскому народу, потому что нужно понимать, что Неневия находилась в той области, с которой, собственно говоря, немножко позже, пришли цари, которые и захватили в Вавилонский плен все, всех, все, все, все колена Израиля. Понимаете, да? То есть это были плохие люди, не Неневитяне, по-настоящему плохие люди, которые вели себя дерзко, которые разрушали, убивали и так далее, и так далее. И вот представьте, что вы имеете возможность расквитаться со всеми разом, особенно с таким большим, огромным городом, как Неневия. То есть вы просто не идёте туда. И поэтому я и говорю, что на самом деле, возможно, если бы мы попали в такие обстоятельства, мы бы ещё раз спросили, Господи, а там есть кто-то ещё вообще? Может быть, я неправильно услышал? Может быть, ты хотел сказать, не ходи туда, потому что я хочу это всё уничтожить? Может, ты хотел сказать, давай я постою, посмотрю, а потом перескажу, как Содом и Гамора, да? Пускай оно всё там. То есть мы не видим, что Иона, он как бы имеет мышление Лота, который торгуется с Богом, или не Авраама, помните, да? Когда он говорил, а если там праведники? Мы не видим, что он ведёт такие дискуссии. Боже, если в Неневе есть 10 праведников, то ты же не разрушишь такой город. Совершенно нет. Он просто разворачивается и уходит. Но на самом деле, я вот когда читал это, я вот подумал, знаете, а что бы мы делали, если бы у нас была вот такая вот? Что бы я делал? Как бы я себя вёл, если бы, например, есть какой-то человек, который мне сильно досаждал всю свою жизнь, и я слышал о нём, и Бог говорит о том, что вот уже край пришёл, я хочу его наказать. Бог же наказывает, не я наказываю, правда? Всё справедливо, как бы именно справедливо, ударение на слово «справедливость». То есть был грех, вот вам, пожалуйста, результат. Почему бы, ну как бы пошёл бы ли я, или я закрыл бы своё сердце, остался дома или уходил бы, ну вот, от этой ответственности? Ну, мы видим, что Иона, он не был согласен вообще с Божьим взглядом. Он хотел наказания, и лично, он лично не готов был принять тех, кто каялся. До самого конца книги мы видим, в нём теплится надежда, что они не обратятся, он хотел это видеть, что они не обратятся. И Бог, он будет прославлен ещё раз, как тот, кто творит свой суд, как судья, но не как Бог милующий. То есть он хотел видеть то, что видели в Египте, когда все были утоплены. Итак, переживая такие потрясения, переживая такие чувства, что делает Иона наш пророк? Он садится на корабль совершенно в другую сторону и уезжает. Уезжает, срывается во все тяжкие, в бега кидается человек. Ну, как бы нет пророка там, то есть физически он пытается отдалиться от этого места. И вы понимаете, интересный какой момент? Когда мы также переживаем какие-то подобные встречи, скажем так, когда мы имеем что-то к некоторым людям, может быть, в общине, может быть, где-то вот в наших отношениях есть какой-то человек, который очень много нам досаждает, мы иногда также пускаемся во все тяжкие. Мы уходим от него, правда? Мы уходим и говорим, в этой церкви нет любви. Ну, как бы вот все. Мы не опираемся на Божье Слово, мы не пытаемся говорить о каких-то Евангелии, мы не пытаемся решать Божьими методами эти вопросы, мы просто пытаемся убежать от Божьей реальности. Хотя Божий такой голос, он идет с нами в сердце, и он говорит, послушай, эта проблема решается по-другому, тебе надо помириться с этим человеком, а не убегать от него. А ты говоришь, не хочу я это даже слышать. Я лучше уйду, пускай он идет себе в одну сторону, я в другую, и надеюсь, мы никогда не встретимся. А Бог говорит, не, не, подожди, вопрос не в этом, что я когда-то, может быть, накажу его или не накажу. В твоем сердце находится нечто, что мешает тебе вообще свободно говорить слово, свободно быть моим слугой, свободно быть моим пророком, и это мешает мне тебя использовать. Ты не хочешь быть тем инструментом, который я хотел бы использовать. Понимаете, да? Итак, можно убежать в другую церковь, можно переехать в другой город, можно выйти еще 10 раз замуж или жениться 10 раз. Если вы не решаете внутренние вопросы теми методами, которым Господь вас призывает, все равно Бог не будет давать вам покоя. Все равно рано или поздно, если вы захотите стать на путь праведности, вам нужно будет сделать то, что Бог от вас ожидает. Таков порядок, потому что Бог понимает и сердца, Бог в большую сторону милостивый, и Бог в большую сторону желает являть эту милость. Итак, мы видим, что Иона бежит. И мы знаем, что у него ничего не получается, он садится на корабль, корабль попадает в шторм. И интересная вообще ситуация, которая происходит на самом корабле. Моряки, которые подобрали его, или, скажем, которым он пошел на корабль, это были люди неверующие, это были язычники, там так и конкретно написано. И они были, видно, что хорошие люди, по-настоящему они не были злыми людьми, они просто были язычниками. И когда они попадают в шторм, они всячески пытаются из этого шторма выгрести. Но Иона, ему в принципе все равно, умрет он, не умрет, правда? Он просто расслабленный идет спать в трюм. И в конечном итоге капитан корабля, он прибегает и говорит, «Послушай, мы уже тут всем своим богам помолились, может, ты своему помолишься?» А Иона, он как бы не напрягается, ему незачем молиться, он знает это, да? И вот так вот у нас бывает такое, что-то происходит, и говорит, что ж это с твоей жизнью такие потрясения, может, ты помолишься, а тебе не надо молиться. Ты все прекрасно знаешь, тебе надо простить вот того человека, тебе надо примириться вот с тем человеком, позвонить тому человеку. И не надо здесь откровений, не надо ходить куда-то к каким-то пророкам. Бог уже проговорил в твою жизнь. Иона прекрасно понимает причину шторма, и он делает все, лишь бы не вернуться к своей миссии. Он бежит от этого. И мы видим, что моряки используют жребий и вычисляют его. Ну, то есть тоже такой интересный момент, да? И они расспрашивают, что происходит. И он говорит, 9-10 стих 1 главы, «И он сказал им, я еврей, чту Господа Бога Небес, сотворившего море и сушу. И устрашились люди страхом великим и сказали ему, для чего ты это сделал? Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им». То есть они спрашивают, зачем? Человек, зачем ты это делаешь? Для чего ты это сделаешь? И тем не менее, интересная дальше их реакция. Вот вы читали, да? Они все равно, он говорит, «Да, как бы не заморачивайтесь, можете меня убить. Киньте меня в море, и все. И вам будет хорошо, и мне будет хорошо». Я как бы, ну, такие обстоятельства, такие вот эти язычники-моряки кинули. Но мы видим, что они пытаются снова грести. То есть они не мирятся с этими обстоятельствами. Они не злые люди. Они люди, которые вот просто живут своей жизнью, но не злые. Итак, перед тем, как, интересно так вот, смотрите, перед тем, как бросить его в море, когда уже они поняли, что выхода нет, что делают люди, эти моряки? Они обращаются к Богу с молитвой. К Богу, еврейскому Богу, к Яхве обращаются с молитвой. До этого они молились своим Богам. Но здесь, понимая, что им нужно бросить пророка Божьего в воду, то есть убить человека, да, такого вот, как бы, вроде как значимого, они обращаются с просьбой не наказывать их за смерть Ионы. И когда они бросают его в море, знаете, что происходит вообще реально? Море успокаивается. И в этот момент еще произошло одно важное дело. Эти язычники перестают быть язычниками. Они становятся верующими из язычников. Очень интересный момент. Смотрите, почему? Потому что написано в 16 стихе «И устрашились эти люди Господа великим страхом и принесли Господу жертву и дали обеты». Что это такое? То есть это не просто, как бы... То есть эти люди, они по-настоящему увидели, что есть Бог в Израиле. Они обратились к Богу, они принесли Ему жертвы, как они себе это представляли. Я думаю, мы не знаем судьбу этих баряков, но я думаю, что они как раз по приплытию на сушу, скорее всего, и пошли в синагогу, чтобы узнать об этом Боге, который реально повелевает стихиями. Боге, у которого вот такие пророки. Потому что они же тоже сталкивались с какими-то жрецами или с кем-то, тем, кого они знали. Итак, вот интересно, правда? Он не хочет идти к язычникам. И тут даже в этом случае язычники, они обретают спасение, обретают отношения с Богом, когда пытаются его убить. Интересно очень, что Иона вообще ни за что не извиняется. Если вы посмотрите, он не просит прощения. Он падает в воду, и он просто тонет. Ну, просто тонет. Вот и честно, я реально вижу жизни многих людей в этой истории. Мы готовы потонуть за нашу гордыню, мы готовы потонуть за наше нежелание примириться, за нежелание пойти куда-то, нежелание служить Богу, за нежелание делать. Иногда просишь простые вещи у нас. Например, я такое замечал там. Кто сейчас помолится? Ты помолишься? Нет. Не заставляйте меня. И такое ощущение, что ты, если сейчас еще раз попросишь, уйдет с общины и никогда не вернется. Видели такое, да? А кто хочет потанцевать? Нет. Фу, 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 уйдите отсюда. Чур меня не буду танцевать. Все. Если вы будете еще раз предлагать мне такое, я считаю, что это глубокое оскорбление меня как лично. И, значит, вообще, верующие люди все, да? Ну, какое-то такое происходит. И он уходит и не жалеет. Вот просто, вот просто, знаете, я осуждал Иону, пока не начал размышлять о его жизни. И понял, что так же иррационально, и глупо очень часто мы можем поступать. Наши вот современные верующие, даже рожденные свыше. Итак, мы не видим, что он просит прощения за свое поведение. Мы видим, что он просто тонет и находится потом в большой рыбе. С этой рыбой тоже отдельное приключение. Ну, на самом деле. В оригинале написано рыба или чудовище морское. Ну, пускай будет чудовище или рыба. Многие ученые там бились с зоологами вместе о том, кто же глотнул Иону. Потому что проблема в чем? Смотрите, традиционный кит, о котором мы себе представляем, у него слишком узкое горло. Слишком узкое, и человек туда не пролезет. Есть некоторые виды таких больших рыб, известных, но проблема в том, что человек не может выжить в середине, потому что там кислая среда. То есть пища, что переваривается, да? Если мы говорим о том, что Иона находился там трое суток, то, соответственно, от Ионы бы ничего не осталось. Просто по умолчанию. Правда? Кит же ж не просто глотает, и там ничего не происходит. Такой себе аквариум плавает, знаете, там живая рыбка какая-то в середине, своя атмосфера, короче, в середине. Инфраструктура. Инфраструктура, да. То есть, ну, большой вопрос. Тем не менее, мы можем предположить, что там были в то время, извините меня, 2 800 лет назад были киты, которых мы не знаем. Правда? Могло ж такое быть, правда? Синий, очень синий кит, очень большой. И там некоторые, кстати, ученые говорят, что там есть такая разновидность китов, где у него там такие камеры, что можно фактически домашнюю группу собирать. То есть, там несколько человек. Такие, которые бегут. Да, 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 да. Вот такой, знаете, пророк в рассеянии. Такое сборище пророков в рассеянии. Итак, в общем-то, если реально, нам не нужно понимать детали этого дела, да? Рационально в любом случае это объяснить не получится. С точки зрения науки, скорее всего, тоже, возможно, не получится. Поэтому нам надо принять то, что случилось с Ионой, просто как чудо. Просто как чудо. Мы же верим в чудеса. Почему нам не верить в большую рыбу? Правда? Но я, например, скажу вам свое мнение. Я предполагаю, мое мнение, что Иона недолго, собственно говоря, прожил в чреве этой рыбы. Я думаю, что Иона кратенько помолился и умер. Мое мнение. Я вам покажу, почему я так думаю, обосную. И только потом, через время, он воскрес, через три дня, и был выброшен к свету или на сушу. Итак, Бог повторяет ему слово. То есть мы видим, что три дня он пробыл, выходит на сушу, и Бог ему снова повторяет очень ясное, очень короткое слово. И Иона, написано, идет и исполняет то, что Бог от него требует. В общем-то, ну, можно было бы, честно говоря, ожидать смирения. Правда? Но здесь смирение из разряда я сижу, но внутри я крепко стою. Знаете, как мы детей наказываем, ты ему говоришь, сядь, и он садится, и ты видишь, это все ходит у него прямо аж вот так вот на лице и на всем. И он так и говорит, я сижу, но я внутри стою. Вот послание Ионы было такое, он смиряется под крепкую руку Божию. И, честно, я видел эти, иногда детей так примеряешь, скажи ему, что ты его любишь. Я тебя люблю. Обними его. Такой, и ты понимаешь, что вот просто именно из-за того, что ты здесь стоишь, именно ты их вот так вот сводишь, да, а теперь ты скажи ему, что ты его любишь. Нет, он меня сильно обидел. Все равно скажи, там, прости меня. И ты видишь, что этот горький корень, который уже вырос в сердце, вот это вот состояние нежелания являть милости, оно просто ведет этого человека. Вот так вот делает этот пророк. Самое страшное для него, что начало происходить, он просто ходил по этому городу и говорил короткую фразу, покайтесь, потому что через 40 дней Неневья будет разрушена. Все послание, которое он говорил. Ну, согласитесь, можно говорить его по-разному, правда? Можно было ходить и там, покайтесь, покайтесь. Ну, так, чтобы формально делать какое-то послание, чтобы слышать, не слышать, ты сделал, Бог отстань. Все, как бы мы идем дальше. Но мы видим, что он ходил, мы видим, что они услышали, и они просто начали каяться, представляете? Они не имитировали покаяние, они не притворялись, они по-настоящему, царь снял с себя красивую одежду, оделся в рубище, в речище, объявили пост себе, зверям на три дня. И вообще, Иона не сотворил никакого знамения, он не сводил огонь с неба, он ничего не... Понимаете, да? Это был ужасный сон для него. Он говорил без любви, потому что он их не любил, да? Он говорил, ну, как бы, я не знаю, как конкретно, ну, просто говорил и все. А тут люди берут и по-настоящему каются. То есть до последнего он ожидает справедливого суда от Бога. И Бог открывает себя, как тот, кто в большей степени является Богом любви, чем Богом суда, чем тот, кто судит, чем тот, кто наказывает, как огонь поедающий. И вы знаете, я вот так размышлял, я понимаю, что все поведение Ионы можно как бы подытожить одним простым тезисом. Боже, ты можешь это сделать, но без меня. То есть ты можешь это сделать, Боже, но без меня. То есть ты хочешь творить твою волю, чтобы вот что-то произошло, как ты хочешь? Делай. Но я не хочу в этом участвовать, потому что мои личные предпочтения, мой личный взгляд, мое вообще, ну, вот то, как я к этому отношусь, я не согласен с этим. Я не согласен, но ты можешь делать, что хочешь. И сейчас мы перейдем в Новый Завет, потому что, вы знаете, Ишуа ссылается на эти события, которые описаны в книге Ионы. И Матфея 12 глава 38-42 стих говорит следующее. «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали, «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ, «Род лукавый и прелюбодеянный ищет знамение». «И знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка». Видите, да? «Ибо как Иона был в очреве кита три дня и три ночи, так и сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. «Неневитяне восстанут на суд с родом Сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом Сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломонов». И Шоа проводит четкую аналогию, четкую, между его смертью и воскресением, и тем, что пережил Иона. И это потому, я думаю, что, скорее всего, Иона мог умереть в чреве кита. Я не могу это доказать, но принцип аналогии, он показывает, что очень может быть, что он был жив, он вошел где-то в тьму, воды покрыли меня из того, что он молится, и потом произошло восхождение ко свету, то есть он вышел по принципу аналогии. Но суть-то не в этом. Итак, в чем должно было быть знамение для фарисеев? Только ли в том, что Ишуа воскреснет на третий день? Вот реально, то есть вопрос, только ли в трех днях. На самом деле нет, поскольку он связывает эти истории также и с проповедью о покаянии к язычникам, друзья. Он связывает все то, что будет происходить с сыном человеческим, с идеей проповедей к народам, которые не принадлежат Израилю. А именно, он связывает с Соломоном и той африканской царицей, которая пришла к нему, чтобы послушать слово, послушать мудрости. Он связывает иону, проповедь ионы с очень сильно языческим народом, которых нельзя было принимать просто так. То есть они не были любимы еврейскими народами. Итак, и ненебитяне, и царица африканская, все они стали верующими из языческих народов. То есть они присоединились благодаря проповеди к еврейскому Богу, к поклонению Ему и к служению Ему. И в этом знамении Ешуа конкретно показывает, что слово или Евангелие должно выйти за пределы Израиля, за пределы еврейского народа, даже если евреям этого не хочется. Даже если, по их мнению, эти люди, язычники, они нечистые, они недостойны, только суд, только уничтожение, только Содом и Гамора огонь с неба должен прийти. И он показывает о том, что сущность Бога как Творца, как того, кто любит все свое творение, остается прежней. О том, что через действие, которое происходит после смерти и воскрешения Ешуа, появляется определенная миссия, появляется определенное послание к этим людям, к тем, которые не знают еврейского Бога. Итак, смотрите, помните, что происходило в самом конце жизни Еона, что Бог говорил ему? В 4 главе, 9-11 стихе там очень интересно. Вы помните, когда он вышел за город Ненеби и снова же Еона, сел на такой на горе и начал ждать сюда. То есть вообще до последнего человек не сдавался. И Бог вырастил такое растение, которое было с листьями большими, которое его от зноя хранило. Он очень радовался этому растению. И за одну ночь оно засохло, и Еона очень сильно расстроился. И Бог говорит Еоне, неужели так сильно огорчился ты за растение? И он сказал, очень огорчился, даже до смерти. Видите, да, это вообще трагизм такой. Так огорчился, что просто готов умереть. Тогда сказал Господь, ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Неневи и города Великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличать правой руки от левой, и множество скота? То есть Бог, Он показывает свой мотив, Он объясняет Ему свой мотив о том, что для меня, в моих глазах, эти люди, они не просто ссоры, они не просто язычники. Это то, что я сотворил, это мое любимое творение. И когда Ешуа связывает себя с этими событиями, с Ионой, после смерти воскресения его ученики не сразу, в общем-то говоря, осознали суть своей миссии и своего послания. Не сразу. Провожая его на небо, когда он был восхищен, они услышали от него так называемое великое поручение. Помним это послание, да? Это Марка, 16 глава, с 15 стиха. То есть перед тем, как он был вознесен, он говорит им, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Фактически, это слова, которые были сказаны Ионе. Видите, да? То есть он говорит, «Иди в Неневию и проповедуй там». То есть конкретно, если говорим о Ионе, Бог выделяет один народ. Здесь же мы видим, что еще он обращается обратно же к еврейским ученикам и говорит, «Идите по всему миру и говорите о чем?» Евангелие, говорите слово, чтобы они могли покаяться. То есть вот те язычники. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения. Имени моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей. И если что, смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь». Очень интересно, что на самом деле не все так просто было. Здесь написано о том, что они пошли и проповедовали везде. Но мы видим, что на самом деле не везде, не везде их послание было направлено по старой привычке, по старому такому вот как бы мышлению на еврейский народ в первую очередь. И важно понимать, что, собственно говоря, Евангелие были записаны тоже не сразу. Например, Марк был записан где-то примерно в 60-м году. То есть через 30 лет после этих событий. Поэтому их основное внимание в первую очередь и с самого начала было сосредоточено только на еврейском окружении. Потому что евреям для апостолов было проповедовать намного легче. Почему? Потому что все были в курсе, кто такой Мессия должен быть. У всех была одна Тора, то есть можно было ссылаться. Ты приходишь к язычникам, к ним надо начинать все сначала, абсолютно все сначала. Они не знают, никто такой Бог, вообще один Бог, это тоже очень примитивно, да, с точки зрения язычества. И ну как бы не так все просто идти. Намного легче объяснить в еврейском контексте. Никто из них не спешил на самом деле идти до краев земли. Если же и слышали слово «до краев земли», то знаешь, знаете, что подразумевалось? О том, что нужно идти в еврейскую диаспору, которая раскидана по разным странам, по разным вообще куткам земли, до конца земли. Иди проповедуй по еврейским синагогам о том, что Ишуа, Мессия, которого вы ждали, он уже пришел. То есть первое, что приходило на разум верующим того периода. Итак, ситуация очень сильно меняется, когда Бог призывает апостола Павла. Мы помним эти события, да? И Бог, подобно Ионии, посылает апостола Павла идти проповедовать язычникам, что само по себе было также достаточно непростым посланием. Итак, свою вообще миссию или свое отношение к этому посланию Павел очень ясно выражает в послании к римлянам. То есть он пишет письмо языческому народу, римлянам, да, в Рим, и он выражает вообще свою идею или понимание этого послания, понимание миссии, понимание евангелизации. Он говорит в 1 главе 13-16 стих. Мы знаем это место, да? Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и еленам, и варварам, мудрецам, и невеждам, и так, что до меня я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь, видите, да? То есть Айона стыдился этого, Айона не хотел, он здесь говорит, я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно, оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Элену. Видите, да, его отношение, несмотря на то, что есть конкретное призвание проповеди еврейскому, языческому миру у апостола Павла, его фокус имеет определенно явный приоритет и порядок. То есть на самом деле вот в этом контексте великое поручение или то, что говорил Ишо, оно открывается так, как должно было быть. То есть иными словами, если ты можешь в первую очередь занести слово еврейскому народу, а во вторую очередь всем остальным народам. И обращаясь к Коринфянам, он говорит о своем призвании как об обязанности, очень важный момент, смотрите, наложенного на него от Бога. Первое Коринфянам, 9 глава, 16-17 стих. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую». Горе мне, видите, да? То есть он не просто не бежит от своего послания, он не просто не бежит, как и он, от своей миссии, но он говорит, что в общем-то, даже если меня не похвалят, даже если вот как бы никто не скажет, какой великий человек, он пошел вот к этим вот падшим людям, он говорит, это моя обязанность. И дальше «Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если недобровольно, то исполняю только веренное мне служение». То есть он говорит, в моих же интересах быть послушным посланником, в моих же интересах участвовать в том, что Бог хочет, чтобы я делал, потому что придет в конечном итоге в мою жизнь награда. А если я просто сделаю под принуждением, ну, значит, я сделаю под принуждением. Будет как будет, награды не будет. Понимаете, да? Итак, в конце своей жизни он обращается к своим ученикам, и в частности он говорит к Тимофею очень интересное слово. 2 Тимофея, 4 глава, 1, 5 стих. «Итак, заклинаю тебя», то есть вообще, очень так строго говорит, «заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царстве Его. Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. «Но ты будь бдительный во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение Твое». Что я хочу, чтобы мы увидели, друзья? Я верю, что вот это вот наставление, которое Павел дает Тимофею, это то наставление, которое для нас важно здесь, сегодня и сейчас. Мы можем в своем сердце иметь определенную проблему, когда мы говорим о Божьем призвании. Мы можем осознавать, что Бог, например, нас призвал к чему-то, но точно Он призвал нас делиться словом, да? Ну, мы точно это можем увидеть. В частности, мы можем понимать, что у каждого из нас являются, есть какие-то дары, есть какие-то способности, способности, которыми мы можем служить как телу, так и друг к другу, так и людям вне тела, да? Но, тем не менее, проповедь Евангелия — это универсальная работа для всех нас. Мы можем относиться к проповеди таким образом, как отнесся Иона, и бежать от этого, потому что я не буду с ним говорить о Евангелии, потому что он не очень хороший человек, или какой-то там он меня не уважает, или там вот что-то там вот как-то так себя ведет, да мне как-то стыдно, да как-то неудобно, как-то я немного речивый. Друзья, ну у нас есть послание. Мы можем говорить, Боже, сделай это, но без меня. Пошли туда какого-нибудь болтливого, пускай он там всем объяснит все, что нужно. С другой стороны, мы можем делать то, что мы видим необходимо для нас, то, что является действительно Божьим призванием, так, как мы умеем, так, насколько мы умеем. То есть идти к этим людям, как Павел говорит, в первую очередь к еврейскому народу, во вторую очередь ко всем остальным, но тем не менее не делать вид, что это не наше призвание, не делать вид, что это к нам не относится, или вообще пускай кто-то сделает это за нас. Бог, я думаю, что ожидает, чтобы мы добровольно и с охотой благовествовали, говоря слово о любящем Боге, веря в любящего Бога, который готов принимать всех людей, который готов простить даже вот таких неневитян нашей жизни, в нашем сердце. И мы не должны быть закрыты, как был закрыт Иона. Мы не должны говорить, Боже, без меня. Я понимаю, что на сегодняшний день это большой вызов для нас. Для нас, как для общины. Вы знаете, друзья, на самом деле у нас есть большой потенциал, на самом деле у нас есть большая возможность. У нас есть возможность достигать еврейский народ, и у нас есть для этого все ресурсы необходимые. Если вы не знаете, где познакомиться с евреем, которому нужно рассказать Евангелие, так я вам скажу, где с ними можно познакомиться. У нас есть очень классный клуб Благовестника. Вы знаете, что есть такой клуб, да? Кто-то участвовал в нем? Что такое клуб Благовестника? Я вам объясню в двух словах. Это группа людей, которые собрались и сказали, мы хотим занести Евангелие в дома, в первую очередь, еврейского народа. У нас есть целая база списков людей, которые сказали сами, заинтересовались сами, и сказали, придите и расскажите нам о Боге, придите и расскажите нам Евангелие, мы хотели бы послушать. Есть одна проблема. Все эти люди не живут в одном месте, они не собираются в одном месте, они каждый у себя дома. Но они ждут, что кто-то к ним придет. Уже два года ждут, между прочим. И только малая часть дождалась. Нету делателей, не хватает рук, не хватает тех, кто просто придет и скажет это слово. Вот как сможет. Вот если не может, так мы можем даже научить, как это говорить и что конкретно говорить. Я знаю такие свидетельства, когда люди боялись очень сильно проповедовать, и они просто заучивали по бумажке какие-то слова, вот так вот, знаете, буквально чуть ли не приходили, и там страх, и там всякое такое, вот они звонят в эти двери, думают, да меня сейчас выгонят, да вот я там, и там открывает человек, а он там, здравствуйте, я пришел рассказать вам. А тот говорит, заходи, слушай, я вот тебя ждал. Вот как неневитяне, да? Вот они просто послушали, говорят, что Бог нас на... Я хочу немедленно покаяться. И ты смотришь на это все и думаешь, да ладно. Вообще вот так это работает. Оказывается, вот так. Наша ответственность — идти и говорить. Понимаете? Их ответственность — слушать или не слушать. Но Божье желание миловать и принимать этих людей. Поэтому к благовестникам Бог дает особую благодать, особое благословение дает, особую помощь. Я верю в это абсолютно. Даже если благовестник запутается, его съест рыбу, Бог все равно поможет ему вернуться к начальной точке. Друзья, я ощущаю, или я вижу, что вот этот соблазн Ионы, он есть в наших сердцах. Я вижу это по той базе, которую мы никак не можем победить, да? Я вижу это по тому служению, которое никак не может двигаться. Это наше призвание как еврейской мессианской общины. В первую очередь мы говорим о еврейской евангелизации. В первую очередь мы говорим о евреях, которые вокруг нас, которые нуждаются в этом слове, которые не знают своего Бога, которые хотели бы, еще раз я делаю ударение, хотели бы, чтобы их посетили, хотели бы, чтобы им рассказали о слове, хотели бы, чтобы с ними помолились, за них помолились. Итак, нужно ли нам повторять путь Ионы? Вот скажите, вы действительно хотите попасть в эту рыбу? Лучше по-хорошему, я тоже так считаю. Правда? Не то, чтобы я давлю, я просто показываю вам, друзья, что были разные подходы, да? Иона попробовал по одному, все равно он сделал то, что нужно. Если Бог хочет занести туда слово, он будет использовать и другие методы. Где-то по радио услышит, где-то другой евангелист придет. Но, чтобы вы понимали, позвали вас. Вот те, кто здесь в этом зале, вас позвали участвовать в этом деле. Вы часть общины, вы часть Божьего служения, вы часть Божьего народа. Вам относятся те слова, которые говорил Ишуа во время своего воскрешения. Идите и проповедуйте до конца земли. Идите и проповедуйте. Вы услышали? Ваше дело. Вы можете сесть на корабль в другую сторону. Вы можете умыть руки и сказать, пускай Олег Щепанский это все сделает, только не я. Но вы знаете что? Он сделает, что сможет, и получит свою награду. А вы без нее можете остаться. А оно вам надо? Вы что, награду не хотите от Господа? Я хочу. Поэтому, друзья, итак, на правах рекламы. У нас есть очень классное служение благовестника. И вам нужно пересмотреть свое отношение к этому служению, потому что оно не придумано людьми. Оно имеет в себе основание в том призвании, которое есть от Ишуа для нас. То, что говорил Павел, и я считаю, что у него нужно поучиться, а не у Ионы. У него. Потому что с самого начала его сердце открыто к еврейскому народу, в первую очередь, и до конца своих дней, наставляя Тимофея, он повторяет то же самое слово. Иди, настой, во время, не во время. Всегда есть возможность. Всегда нужно использовать эту возможность. Поэтому, друзья, я призываю вас переосмыслить свою жизнь, свое отношение в свете этого слова. Я хотел бы закончить сейчас молитвой о том, чтобы делатели в нашей общине пробуждались. А после собрания я хочу попросить вас, Олег, иди сюда, вот к этому молодому человеку выстроиться в очередь, только не толкайтесь, пожалуйста, сильно, локтями, да? Это наш служитель, наш пастырь. Он отвечает за служение, благовествование у нас в общине. То есть он не самый крайний, чтобы вы понимали. Знаете, как бы, вот он крайний, пускай этим и занимается. Нет. Он человек, который откликнулся, чтобы организовать этот процесс. Подойдите к нему и скажите, если это откликается, если это слово откликается в вашем сердце, скажите, я хочу быть частью вашей команды. Я не умею ничего, но я хочу, чтобы вы меня научили, потому что я хочу нести слово о Боге, который любящий, а не Бог, который справедливый и всех накажет, и пускай он и всем им сделает больно, потому что они когда-то мне сделали больно. Итак, друзья, не упускайте эту возможность. Спасибо, Олег. И я предлагаю, чтобы мы сейчас с вами помолились о делателях. Святой Господь, мы благодарим Тебя за милость, которую Ты даешь нам, за это слово напоминание, Господь. Мы не хотели бы иметь сердце, закрытое для Твоего послания, Господь. Мы не хотим быть теми, кто удерживает это слово, Господи, и кто не исполняет это слово Божие. Мы не хотим, чтобы Ты нас туда пихал, как и он у Господь, чтобы Ты, Боже, вот так вот крепко взялся за нас, Господь, чтобы мы аж плакали, Господь, и стенали, Боже. Но мы хотим иметь мягкое сердце, сердце, которое было у апостола Павла, сердце, которое было у других апостолов, у Тимофея, Господь, у тех людей, которые очень, Боже, открыты были ко всему миру. Как Павел говорит, я должен и варварам, и свободным, и евреям, и тем, и всем, говорит, я все хочу это сделать. И к вам, римляне, я тоже хочу прийти, потому что и вам надо услышать это слово. Боже, мы хотели бы начать с малого, с той еврейской базы, с тех евреев, которые откликнулись. Боже, чтобы услышать Твое слово, Господи. Но, Боже, почему-то мы не делали это. Я прошу, чтобы каждый, каждый, Господи, посмотрел на себя, как на призванного человека, того, кого Ты позвал, Господь, для того, чтобы распространять Твое слово, распространять Евангелие, Господь, и двигаться вперед. Боже, я прошу о том, чтобы Ты использовал служение благовестников, Боже, для того, чтобы это служение разрасталось, чтобы Ты послал туда делателей, Господь, которые бы с радостью шли вперед. Господи, я прошу о том, чтобы Ты помог отставить всякие сомнения, всякое неверие у тех людей, которые не умеют, Господь, чтобы Ты ободрил их, чтобы всякие комплексы человеческие, страх перед людьми, боясь перед людьми, Боже, какие-то смущения, Боже, чтобы всякое мышление, сделай это, Боже, но без меня, Господи, чтобы оно уходило, как в старое, как в старое, Боже, как в ненужное, Господь, и чтобы приходила Твоя свежесть, и приходила Твоя радость, и от осознания того, что мы исполняем Твою волю, Господь, и делаем это, Боже, в почтении к Тебе, без принуждения, но с благодарностью и любовью. Во имя Ищуа. Ищи. Слава Э. Субтитры создавал DimaTorzok